Здравствуйте, в эфире ДПС на УТС. Меня зовут Анастасия Бойко и в начале выпуска расскажу о самых серьезных ДТП, которые произошли на территории региона. Один человек погиб. Мужчина на Неве поздно заметил человека, который переходил шоссе справа налево. Внедорожник сбил пешехода. Травмы оказались смертельными. Позже выяснилось, в момент аварии водитель разговаривал по телефону и держал руль только одной рукой. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Мужчин прав сел за руль семерки и поехал кататься по мегаполису. На перекрестке не справился с управлением, машина протаранила Спасио. Пассажир ваза сломал бедро, он не был пристегнут. Кстати, семерка не застрахована, а вторая участница ДТП сможет получить страховую выплату только в судебном порядке. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Новосибирский автолюбитель продемонстрировал мастерство вождения на уровне профессиональных гонщиков. Правда, гордиться тут нечем. Лихач был пьяный и пытался уйти от погони. Подробность этой истории расскажет моя коллега Ксения Корзун. Водитель серого седана очень уж не хотел общаться с инспекторами. Больше 20 минут они преследовали легковушку. Лихач-то выезжал навстречу, топ раскакивал на красный. При этом скорость авто была примерно 150 км в час. ЗВОНОК В ДВЕРЬ В ДВЕРЬ Но инспекторы не отставали. Первомайский район они знают не хуже местных жителей. Поэтому заранее предугадывали, куда может направиться гонщик. Из города уже выехали в область. Все происходило на высоких скоростях. Доехали до железнодорожного переезда уже здесь, в Барышево. Он был закрыт, поезд шел там. Он в обратном направлении развернулся, уже поехал по улице Ленина в Барышево. Ну и непосредственно здесь уже остановили. Оказалось, нарушитель веселился с друзьями. Внезапно закончилось пиво. Компания отправилась за добавкой. До магазина так и не доехали. Ребята сработали моментально. Старались на самом деле. Я вам скажу. Честно признаться, сам хотел быть инспектором. Но что-то судьбе не задалось маленько. Потихоньку. И все. Ну, ребят потрепал. Но я бы не сказал, что потрепал. Маленькое просто время потратило им. Вот. Знаете, новое ощущение получилось. После задержания инспекторы рассказали. Увидели автомобилиста еще на парковке. Слишком уж подозрителен. Сначала решили, что мужчина пытается угнать авто. А потом заметили, что он пьян. Автомобиль стоящий возле дома, возле которого гражданин находился. То есть обходил, обходил. Автомобиль без света стоял. Затем увидели, что он открыл дверь. Сел в него. Какое-то время сидел просто в нем. Затем открыл капот. Что-то там делал. Затем закрыл капот. И начал движение непосредственно к подъездам уже дома. С парковки. Затем два пассажира в салон автомобиля присели. И они поехали уже непосредственно на проезжую часть улицы Адаевского. Пассажирами оказались две молодые девушки. Тоже на веселе. Полицейским признались. Товарища в беде не бросят. Будут до конца его ждать. Даже если домой придется возвращаться пешком. Однако Иван заявил. Девушек в первый раз видит. Типа они проходили. Я так вот тут развернулся, понтанулся. Но они такие. Ох, ах. А тут смотрю инспекторы гибли. Ну и полетел. Алкотестер показал 0,681 миллиграмм спирта на литр выдыхаемого воздуха. Это почти в три раза больше нормы. Парень пояснил. За 8 лет водительского стажа впервые попал в подобную ситуацию. Урок усвоил. Больше пьяным за руль не сядет. Если парень такой, только получившийся, думает, что все можно, нет. Я ему сразу скажу, невозможно. Я тоже думал спустя 8 лет, что возможно будет за 8 лет вот так вот, просто скажу, за какие-то там километры, грубо сказать. Ну не получается. А здесь лучше вообще не садиться. Либо, что ты отдыхаешь, то отдыхай. А машину оставляй и все. Ну вот так вот. А это урок для меня на всю жизнь. Усвоили? Я, конечно, усвоил. Машину Ивана отправили на штрафстоянку. После суда парню придется сдать водительское удостоверение на полтора года и заплатить 30 тысяч рублей штрафа. К другим новостям. Новосибирский автовокзал отменил рейсы в Казахстан из-за пандемии коронавируса. Запрет на движение автобусов продлится до 7 часов утра 15 апреля. Накануне президент соседней республики подписал указ о введении чрезвычайного положения. Вернуть деньги можно в кастах новосибирского автовокзала. А если вы заказывали электронную версию билетов, нужно зайти в личный кабинет на сайте и сделать отмену покупки. А вот чтобы выехать из Казахстана в Новосибирск, следует обратиться в посольство. Мы продолжаем выпуск. Новосибирская область попала во всероссийский антирейтинг. Дороги нашего региона признаны худшими по качеству. Аналитики подсчитали количество аварий, произошедших из-за ямы и колейности за год. В области зафиксировали 2407 таких ДТП, в которых 168 человек получили травмы, несовместимые с жизнью. В каждом случае инспекторы составляли акт о состоянии улично-дорожной сети. Это документ, в котором отображено, есть ли на улице освещение, выбоины, нанесена ли разметка и установлены ли отбойники. Подобную статистику привели еще 50 регионов. Эксперты выяснили, 85% дорог в нашей области нельзя назвать безопасными и соответствующими нормам. В лидерах рейтинга оказались также Омская, Кемеровская области и Красноярский край. Меньше всего баллов получили за Байкальский край и Томская область. На этом у меня пока все. Присылайте свои фото и видеоматериалы на почту. В студии работала Анастасия Бойко. Берегите себя и не нарушайте правила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анастасия Бойко.